Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. 1620 звонков и сообщений, 174 ДТП, 37 заведенных уголовных дел, из которых 25 раскрыты по горячим следам. Такой выдалась неделя у Люберецких стражей порядка. Евгений Романцев, начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая, сообщил, что с этого дня местная полиция работает в усиленном режиме. Кроме того, он обратился к управляющим компаниям округа с сообщением. На те выходные и праздничные дни, которые вы уходите, проинструктируйте свою охрану, поставьте на сигнализацию свои офисные помещения, для того, чтобы у вас не украли банкоматы, не залезли к вам в офисы, в кассы, в те организации, где у вас находятся деньги. Люберецкие пожарные, в свою очередь, доложили, что за минувшую неделю они осуществили 20 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации шести пожаров, два из которых произошли на территории городского округа Люберцы. С 25 декабря по 10 января переходим в режим повышенной готовности, а с 29 декабря будет дежурство ответственного по гарнизону. И числа офицеров, они ниже заместителя начальника части, который будет в ежесуточном режиме заступать на дежурство для контроля за оперативной обстановкой. На тепловых и водопроводно-канализационных сетях за минувшие семь дней аварийных ситуаций не было. Об этом сообщил в своем докладе Дмитрий Шумский, начальник управления ЖКХ городского округа. Также он напомнил, что в программу капитального ремонта на 2017-2018 годы включены 183 дома. Работы на 98 из них уже завершены в полном объеме. До июля 2018 в городском округе запланировано сделать ремонт еще в 85 многоквартирных домах. Следующая программа «Мой подъезд». Напоминаю, 1298 подъездов. Все работы также выполнены на 100%. Следующая программа «Доступная среда». Всего в плане 364 подъезда. На сегодняшнее утро выполнено 355 подъездов. К исходу сегодняшнего дня все подъезды будут завершены. Далее на еженедельном совещании выслушали доклады о содержании Люберецких дорог. По словам Егора Бунтина, начальника управления дорожного хозяйства городского округа, на минувшей неделе силами 73 единиц техники и 157 человек выполнены плановые работы по очистке дорог и тротуаров от снега и мусора. Кроме того, ликвидированы 46 ям. На заседании стало известно, что двор по адресу Октябрьский проспект, дом 8, корпус 3 взял первое место в конкурсе «Лучший двор Подмосковья» в группе «Городские поселения и городские округа» с населением 100 тысяч человек и более. Почетные грамоты ЖКХ Подмосковья наградили Мамеда Азизова, генерального директора ОАО «ЛГЖТ». Кроме того, на заседании стало известно, что все работы по новогоднему оформлению округа завершены. Теперь Люберцы полностью готовы встретить новый 2018 год. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова